Перед началом сегодняшней торжественной церемонии некоторые из экспертов в Формуле-1 говорили о настоящей магии цифр. Ведь 19 декабря вручают награду за то, что из 19 гран-при, которые прошли в мире за этот год, сочинский этап признали лучшими. Еще более дотошны добавляют и 19 августа, когда во время финальной инспекции на сочинском автодроме эксперты окончательно заявили о том, что трасса готова на все столы. Ради такого события он не смог не прилететь сегодня в Сочи. Президент королевских гонок Берни Эклстон лично вручал награду. Каждый год он делает это в стране, чьи этап Формула-1 был признан лучшим. И вот он исторический момент не только для Сочи, Краснодарского края, но всей России и мира автоспорта. Все, что здесь происходило, было невероятным. Опыт уникальный, и эти гонки были лучшими. Мероприятие получилось действительно успешным, благодаря отваге и самоотдаче людей, которые все это сделали. Первая гравировка на Кубке – 1975 год, Монако. Именно с этого времени награда каждый год вручается за лучший гран-при сезона. То, что на одной из пластин появится и Сочи-2014, стало ясно в Катаре 5 декабря, когда Международная Автомобильная Федерация озвучила свое решение. Тогда иностранцы говорили, Краснодарский край провел этап F1 так, будто занимался этим каждый год, абсолютно не похожий на новичков. Необходимо было одновременно с подготовкой к Олимпийским играм, созданию с ноля всей Олимпийской инфраструктуры, создать лучшую, мы не могли уступить иначе, лучшую в мире Формулу-1. Огромное спасибо всем строителям, которые приложили свой труд строителям, проектировщикам. Тысячи людей, это и волонтеры, это сотрудники администрации города Сочи, администрации Краснодарского края. Все то, что мы вместе с вами сделали на долгие-долгие годы, станет центром притяжения для тысяч зрителей, любителей автомобильного спорта, любителей спорта вообще. И это станет точкой притяжения для Олимпийского Сочи. Теперь уже можно говорить открыто, признаются организаторы гонки, по-другому и быть не могло, чтобы сочинский этап не признали лучшим. Ведь гонок в России ждали 100 лет, спустя ровно век после последнего Грандбри России, тогда еще царской, без преувеличения, мечта миллионов сбылась в Краснодарском крае. В 2010 году был подписан договор о проведении формулы в Сочи. И за это время в регионе удалось создать очередной спортивный мегапроект. Объект очень уникальный, высокотехнологичный. Он реализовывался одновременно с подготовкой страны к Олимпиаде. И, по сути дела, строители Краснодарского края реализовывали проект в тяжелейших условиях. Формула-1 – это результат труда всех муниципальных образований. Работать приходилось круглосуточно в несколько смен. Дорожное покрытие укладывали по секретной рецептуре. Три слоя, в последние вмонтированы индукционные датчики, фиксирующие все маневры пилотов. На трекам трудились тысячи человек. Изначально хотели пригласить австрийцев и других иностранных специалистов. Но сегодняшняя награда еще раз доказала, что кубанские дорожники кладут асфальт на мировом уровне. Мы объездили полстраны, искали материал, который нужен подать. И мы объездили всю Карелию, 4 карьера, Воронеж, Осетию Северную. По нашему заказу «Роснефть» на Рязанском заводе подготовила специальный полимерный битум. Все это осуществляла наша лаборатория. Впервые мы применили по укладке смеси и доказали нашим коллегам, немецким проектировщикам, что укладку нужно производить с определенной скоростью и через перегружатели. И приступили к работе. В итоге этой работы на Кубани удалось создать уникальную трассу. Нигде в мире больше нет трека, раскинувшегося в Олимпийском парке между дворцами спорта. Слово «уникальный» вообще подходит к тому, что построили в Сочи. Это единственный трек в России, который работает круглый год. Такого сочетания поворотов и скоростных прямых больше нигде нет. Нет и такого левого поворота, самого затяжного в истории гонок. Но трасса живет и после «Формулы-1». На автодроме открыта детская школа автоспорта. Действуют курсы экстремального вождения, проходят соревнования различных гоночных серий. И даже сам трек, благодаря всему этому, уже стал туристическим объектом, что открывает новые экономические горизонты для региона. И это, по словам губернатора Александра Ткачева, заслуга всех и каждого из кубанцев. «Огромное количество людей, которые были задействованы, это и строители, конечно, это, конечно, те, кто организовывал, волонтеры, все-все абсолютно, кто был вовлечен в этот проект, уникальный проект, исторический проект для России, мы поработали на отлично. Мы вошли в историю. Тяжелейший проект. Мы эти годы много трудились, и, конечно, самое главное, нас объединяла вера. Мы верили в то, что мы это сможем. Это проект, которому нет ничего подобного в России, никто не строил, не создавал, тем более организовывал. И, конечно, когда в Кельне мы получили гран-при за лучшее спортивное сооружение в Европе за 2014 год, конечно, это было большое достижение и большое подтверждение того, что действительно этот проект состоялся, и он признан мирным сообществом лучшим проектом». И чтобы не забывать самим о том, что в Краснодарском крае могут делать проекты мирового уровня, стоит почаще смотреть на полученную сегодня награду, шутят собравшиеся. Теперь кубок будет храниться в музее «Формула-1» здесь же, на автодроме. Посмотреть и даже прикоснуться к нему смогут все желающие. Правда, награда переходящая. И чтобы через год на этом же месте увидеть эту красоту, в Сочи придется провести, ну, как минимум, гонки не хуже, чем в 2014. Александра Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Сочи. Денис Перец, Кубань-24, Сочи.